Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог и Бесконечности. И мы продолжаем разбирать статьи Олега, продолжаем сходить с ума. Почему необходимо жить в зоне комфорта и что такое отложенная гратификация. Я не хочу запускать аудио, это опять все затянется на час. Давайте-ка быстренько пройдемся по основным тезисам статьи. Пробежимся, я на этот раз даже ее прочитал заранее. Ну, я... В прошлый раз про статейки я читал задолго заранее и потом просто уже пропускал их и слушал их и какие-то фразы комментировал, которые вообще режут слух. Сейчас давайте просто, вот я уже пробежал статью глазами, давайте пройдемся по ней быстренько. Первые три абзаца посвящены мифу об Одине. Офигенный аргумент в пользу банальнейшего тезиса о том, что нужно выйти из зоны комфорта. Вот что нам советует Олег. Выйти из зоны комфорта. Это ж, конечно, статья, это уровень той статьи, на которую мы должны, в общем-то, опираться. Философия. Философия. Выйти из зоны комфорта. В здоровом теле здоровый дух. И так далее. Конечно, конечно, вот о чем должна быть философия. Безусловно. Ну вот, начнем с сущностных каких-то параметров. Люди в большинстве своем столь инертны, сколь мало способны к изменению. Именно в силу собственной неготовности платить запрашиваемой всякой трансформации цену. Дискомфорт и боли, тем больше, чем амбициознее стачиваемые задачи. Ну, это все чушь, конечно. То есть, начнем, во-первых, с первой части предложения. Первая часть предложения, вот она. Люди мало способны к изменению. Ложная фраза. В детстве люди несколько раз прям меняются. У них прям целый этап становления есть. Потом они становятся подростками. В подростковом возрасте тоже дети вот нередко меняются. Вы можете проследить за ростом вообще многих подростков. О том, как они меняют вкусы и мировоззрение даже. О том, как они меняют свои позиции. И во взрослом, в общем-то, состоянии происходит то же самое. Взрослый человек может несколько раз за всю жизнь изменить свое отношение к тем или иным вещам. Ну, то есть, он меняется. Он не инертен. Можно, конечно, попробовать поиграть словами. Использовать какую-нибудь там софистику. И сказать, не меняются самые сущностные вот эти вот части человека. А вот существенные, да. А существенные вот они остаются в нем. Они плохие. Они не меняются. Вот люди плохие. Они инертны. Тоже такой довольно-таки абстрактный термин. Потому что мы не можем определить более существенные или менее существенные качества человека. Продолжаем. Наш дух. Ну, конечно, человек, который апеллирует к науке, должен еще апеллировать обязательно к духу. Это логично, конечно. Дух. А так же, как и наше тело, в сути равновесные системы, по большей части стремящиеся к сохранению статуса кво. А их текущего состояния. Ну, вы должны, наверное, понимать, что с организмом все значительно сложнее. Уже тело. Возьмем тело. Ну, дух плевать. Дух это субъективная такая штука. Его можно трактовать вообще как угодно. Что угодно придумать. Он меняется. Он не меняется. У него там, не знаю, статус-кво. У него не статус-кво. Он там, не знаю, стремится к сохранению состояния текущего или не стремится. Организм стремится к накоплению ресурсов. То есть, накопление ресурсов, как процесс, это вещь изменяемая. Ну, то есть, если вы сидите и много кушаете, например, вы кушаете, 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 и вы постепенно толстеете, и вы меняетесь. Вот как это работает, да. Интересно. Организм стремится не то чтобы к сохранению, честно так скажем. Если бы он сильно стремился к сохранению, мы бы, ну, не могли бы кушать больше, чем нам надо. И меньше, чем нам надо, было бы тоже очень дискомфортно кушать. А организму как-то, ну, пофигу. Если мы кушаем больше, чем надо, он накапливает и изменяется. Если кушаем меньше, чем надо, он использует это и, ну, тоже, опять же, изменяется. Вроде бы очевидные, как бы, вещи. Даже не нужно быть большим ученым, чтобы вот это знать, как бы. Но Олег... Олег любит такие вот интересные, интересные фигуры и речи. Еще сравнивать тело и дух. Ну, конечно же, ну, всем известно, что тело не меняется. Оно стремится к неизменности. Да, и дух точно так же. Да, да. Но нет. Мышцы, промышцы, да. Ну, конечно, мы когда испытываем... Мы когда говорим про мозг, про мышление, про жизнь нашу. Конечно, это надо сравнивать с мышцами. Да, занятая обработка информации мозг, преодолевая нервную усталость, учится, формирует новые связи и даже новые нейроны. Только тут возникает другая проблема. Занятая обработка информации мозг, преодолевая нервную усталость, учится, формирует новые связи и даже новые нейроны. Определенная степень нервной усталости присутствует всегда. И это как бы такой фон даже для человека. Другое дело, если мы доведем действительно ситуацию до зоны стресса и дискомфорта, и нам будет очень плохо заниматься тем или иным делом, у нас голова прямо будет от этого болеть. Мы будем в таком случае прогрессировать? Скорее нет. И даже, наверное, наше мышление будет работать хуже. Я вам, например, даже так скажу. Когда речь идет о защите какого-нибудь экзамена, вам не то, чтобы надо всю ночь сидеть, изубрить, преодолевая нервную усталость, и тогда вы больше запомните. Нет, вам нужно хорошо выспаться, во-первых. Хорошо спать, чтобы ваш мозг был хорошим рабочим аппаратом. То есть держать его в зоне комфорта. И уже из этой зоны комфорта вы можете что-то там исследовать. Вот мозг хорошо работает, мозг отдохнул, мозг прекрасно себя чувствует, и мозг лучше запоминает информацию. Если вы доведете его, ну, определенно до предельных каких-то границ, все будет очень плохо. Вы не сможете учить, у вас будет все выпадать из памяти, у вас возникнут, в общем-то, когнитивные проблемы. И эта нервная усталость, особенно в большой степени, будет влиять негативно. В маленькой степени, ну, тоже трудно сказать как. Потому что, когда мы говорим о вот этих промежуточных маленьких степенях, нужно вообще спрашивать, является ли это вообще дискомфортом. Небольшой стресс, является ли он дискомфортом? Значит ли, что нам надо выйти из зоны комфорта? Интересный вопрос. Вместе с тем, объем, интенсивность и продолжительность стресса, который требуется для духовного и творческого роста, несвопоставимы с потребностями развития физического или даже интеллектуального. Стресс, духовность и творчество. Очень связанные вещи. Духовность, прям вот вообще здесь, она должна присутствовать обязательно. Потому столь немногие продвинулись по этому неторному пути. Именно поэтому, да. Важно при этом понимать, что в той точке, где мы перестаем испытывать дискомфорт, боль и усталость, наше продвижение вперед и заканчивается, или невероятно замедляется. Ну, это чушь. Это абсолютная чушь. То есть, уважаемые, если вы занимаетесь какой-то интеллектуальной деятельностью, ну или, по крайней мере, просто давайте к памяти обратимся, если вы хотите что-то запомнить. Память более-менее объективный процесс. Вам желательно, в общем-то, находиться в довольно-таки удобных условиях, относительно удобных условиях. Надо, чтобы ваша голова хорошо работала. Значит, у вас должен быть хороший сон. Нужно, чтобы микроклимат был, в общем-то, в помещении приемлемый. Ну, чтобы вы могли тут существовать, и вы не испытывали стресса, и не отвлекались на него. Нужно, чтобы у вас, в общем-то, была возможность достать книги, как минимум, чтобы их почитать. А книги удовольствие дорогое. Если вы живете в зоне дискомфорта, если вы постоянно испытываете стресс, и не связанно, да и, в общем-то, со всем этим, с книжкой и с вот этой вот, скорее всего, у вас будут большие проблемы с запоминанием информации. А большинство людей, которые постоянно работают, ну, то есть вот работяги, пролетарии те самые, они в основном и не имеют возможности зачитаться какой-нибудь книгой, из-за того, что, ну, просто они постоянно испытывают стресс, дискомфорт, боль и усталость. Им даже не хочется читать. Вот из-за усталости, и тем более из-за боли. Боль. У меня глаза болят, но я буду читать, у меня кровь из них льется, и я буду читать книгу. Ну, это, конечно, это прям вот гиперболизация позиции оппонента, я это понимаю. Но все равно же подразумевается дискомфорт. Интеллектуальная работа требует комфорта, и постепенно она переходит, конечно, к дискомфорту, спускается, но... Но начинать-то надо с комфорта все-таки. А продвижение вперед, оно заканчивается, конечно же, безусловно. Абсолютно заканчивается. А владев чем-то хорошо, мы замечаем, насколько проще нам стал даваться этот никогда тяжелый процесс. И он даже стал легким и приятным. Так писатель, набивший себе руку, татушка, видимо, набивший себе руку, постепенно перестает испытывать то отчаяние перед пустым листом бумаги. Да, вот это вот легендарное отчаяние, о котором писали Чехов и Маркис, да. Но теперь-то их перо скользит по бумаге быстро. Притом забавно, что гении нередко описываются, наоборот, людьми легковесными. То есть им приходит какая-то гениальная идея, и они от природы, такие вот замечательные, прекрасные, вдруг начинают так легко и непринужденно что-то писать. Нередко так гении описываются просто. Гении это там как муза. Муза появилась и все, ух, 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 легко все началось так писать, без стресса, комфортно, замечательно. Да. Ну, я, кстати, не верю в гениев так-то, а Олег верит. И получается такая мешанина. Ну, так что ж, получается с писателями-то. Давайте, в общем-то, обсудим. Олег, наверное, ну, не является все-таки писателем. Ну, и мы видим, что он пишет в основном воду. Это больше похоже на студенческие работы человека, который хочет, ну, вот просто обо всем рассказать нам сразу. Тут про обезьянок есть, про мартышек есть, про шимпанзе обязательно есть. И обязательно есть про МРТ, ну, чтобы все знали, что я знаю про МРТ, например. И это вообще никак не связано с темой, ну, про МРТ тут будет как-нибудь. Обязательно. Обязательно про нервную систему, нейрофизиологию и эволюцию, в которой я тоже что-то вот знаю. Я что-то прочитал об этом, я знаю, я похвастаюсь в этой статье обязательно этим. Хоть это и не связано с темой данной статьи, ну, но это будет. Так вот, такая вот студенческая определенная статья. Да. Описана, может быть, она с огромным трудом. Ну, фактов все-таки в этой статье много различных позиций. Может быть, автор действительно постарался. И действительно эти статьи пишутся неделями. Неделями. Автор, вероятно, все это время выходит из зоны комфорта. Вот он же не похож на лощеного, такого прилизанного мальчика с такой лощеной прекрасной прической замечательной. С бицепсами такими, такими хорошими. Такой фитоняш. Фитоняш такой, да, замечательный. Он же очевидно, очевидно находится не в зоне комфорта. Этот человек определенно страдает. Да. Это не человек, который, в общем-то, использует фразы из инстаграма. Да, вот почему? Нужно выйти из зоны комфорта. Давайте помудрствуем об этом. Ницше писал. Дорого искупается быть бессмертным. Не за это не раз умираешь живьем. И все-таки, о, да, какая мудрость написана. Это явно пишет человек не из зоны комфорта. Определенно. Так вот, все вот это вот желание примириться с собственными ограничениями и границами. Они постоянно давляют выше и выше, заставляют перманентное напряжение. Именно так творят гении. Именно они пишут собственной кровью. А, да, ну, во-первых, неизвестно, как творят гении. Во-первых, гениев не существует. Это раз. Смотрите мои статьи, связанные с этим. Гений — это чисто вымышленный концепт, чисто общественный. Гения могут назвать любого. А гения могут назвать совершенно любого человека, который просто вот пишет... Пу-у-у-у, не знаю, любую чепуху из головы. Пишет свою шизофазию, изливает. И таких гениев очень много и в классической литературе, и тем более в современной, среди популярных поэтов, которые считаются замечательными, потрясающими. Таких гениев очень и очень много. И такую чепуху, какую они пишут, можно писать, ну, вот просто тоннами. Я согласен, что для создания тех или иных произведений искусств требуется некоторое совершенствование. Это определенно так. Но не обязательно оно связано со стрессом и дистрессом. Особенно с дистрессом оно не обязательно связано. И не обязательно оно связано со выходом из зоны комфорта. Я напомню, что Аристотель говорил об обратном, что человек, который занимается умственным трудом, только потому и может им заниматься, что он не занимается физическим трудом. У него есть рабы, и рабы делают за него физическую работу. И поэтому у него появляется время, то есть он в зоне комфорта, именно потому, что он находится в зоне комфорта по сравнению с рабами, он может заниматься этой деятельностью. Конечно, он тратит на эту деятельность ресурсы. И вроде бы эту позицию вообще не стоит обсуждать. Ну, то есть, это просто вот так и есть. Мы думаем, мы тратим на это ресурсы. Думаем, тратим на это ресурсы, думаем, тратим на это ресурсы. А зачем это как-то особо разжевывать? Значит, имеется какая-то особая боль, какая-то усталость, которая больше усталости человека действительно, ну, от размышляющего и занимающегося размышлениями, пишущего тексты, улучшающего эти тексты. Обязательно должна быть боль, усталость и дискомфорт. Но это необязательные, в общем-то, параметры. Если мы посмотрим на жизнь многих философов, это жизнь довольно-таки избалованных людей, избалованных обществом, многих писателей. Многих писателей — это избалованные люди. Относительно большинства людей вообще, живущих в их время, и даже по сравнению с большинством людей, живущих, представители их класса даже, какой-нибудь Пушкин — это избалованищий человек, наверное, во всей России в свое время. Сказать, что он был не в зоне комфорта, он постоянно из нее убегал, может быть по своей только воле, и то не факт, что это делало его творчество лучше. И такой побег из зоны комфорта в итоге привел к его смерти. Причем довольно-таки позорной смерти, если честно. Ну, вот так вот. Значит ли это, что творческая жизнь, продуктивное существование должны представлять собой муку? История учит, что чаще всего так оно и постоит, поскольку чем больше мы от себя требуем, тем больше счета нам приходится оплачивать. Однако существует способ значительно смещить огонь у троформации и научиться черпать несвоеобразную радость. Почему это так? Потому что, ну, история доказала. Я знаю несколько примеров, которые вот были вот такими. Да, действительно, некоторые авторы, ну, Моцарт, например, к концу жизни очень бедно жил. Да, не очень хорошая у него жизнь была, дискомфортная. И тогда он написал некоторые свои, ну, лучшие произведения. Например, реквиемы его, Лакримоза очень известная всем, и прочие реквиемы. Да, замечательно. Вот он их написал в стрессе. И это, конечно же, доказательство, что без стресса этого было сделать нельзя. Мне напоминает это, знаете, как про коммунистов, да, история. Ну, нет, без коммунизма мы бы индустриализацию бы не провели. А вот с расстрелом миллиона людей, еще плюс к этому миллиону, еще там, не знаю, 20 миллионов, отправили в лагеря посидеть. Вот это да. Вот, вот с таким стрессом страна действительно заработала. Это напоминает мне абсолютно такую же аргументацию. То есть без стресса этого было сделать нельзя. Ну и вот получается, смысл этого вовсе не в том, чтобы, согласно известному принципу, мы должны иногда выходить из зоны комфорта. Совсем наоборот, требуется пересилить эту зону дискомфорта на постоянное место жительства и именно из нее иногда выходить. Разные степени стресса, неудовлетворенности, неудачи и терзания это не проблемы, которые можно устранить. Сигналы, будто бы нечто идет не так, а необходимые условия игры, стимулирующие вызовы нашим способностям и единственный путь к желаемому. Ну, то есть, вот он говорит, что он не защищает тезиса о том, что нужно выходить из зоны комфорта, а потом повторяет, ну, нужно выходить из зоны комфорта. Ну, нужно, понимаете? Ну, нужно, ну, как бы не нужно, но как бы и нужно одновременно. Мир противоречий, да, диалектика, как всегда. Разные степени стресса, неудовлетворенности, неудачи и терзания это не проблемы, которые нужно устранить. На самом деле, я представляю себе прекрасного поэта-творца, у которого нет таких проблем, терзаний. И вообще терзание, наверное, сейчас уже писать о своих терзаниях, эмоциях было бы очень банально. Новые страдания Вертера сейчас показались бы банальнейшей, тупейшей литературой для, не знаю, ну, быдла, которая никогда не читала Кёте просто. Вот что я мог бы сказать про такую литературу, если бы мы попытались повторить то же самое, те же самые страдания. Вот. Или страдания Фауста. Если мы пытаемся повторить страдания Фауста, это тоже будет тупой плагиат, как бы. Да, есть литература, есть искусство, и есть философия, которые опираются на страдания. И философия пессимизма, например, невозможна без постоянного нахождения в зоне дискомфорта. И вообще многие философские течения действительно так и работают. Да, но не все. И не все писатели так работают. Опять же, много избалованных писателей, много писателей, которые не были в зоне дискомфорта, и мы можем с этим тоже жить. С этим имеет смысл смириться. Продолжаем. Существующий в истории культуры архетип веселого гения, веселого творца именно в этом содержит свою разгадку. Дело не в том, что таким людям не тяжело, и они не знают поражений и трудностей. Секрет в том, что они привыкли жить в этом суровом климате, извлекать радость из постоянного преодоления сопротивления действительности. Отчасти даже из неудач и ошибок. Проблема, опять же, в том, что здесь имеется сравнительная степень. А с чем мы сравниваем этого веселого гения? С чем мы сравниваем веселого гения Пушкина, например? С чем? С крестьянином, который в поле работает и сдохнет лет в 30, например. Ну, так же, как Пушкин, только от болезни сдохнет вот этот бедный человек. И от постоянного труда, и от того, что вообще все очень-очень плохо и тяжело у него. Ну, вот с кем мы сравниваем, в общем-то, вот этих великих, замечательных гениев и... Как вообще с этим работать? Ну, то есть... Ну, у этих гениев был некоторый стресс, и у вас тоже должен быть некоторый стресс, чтобы вы развивались. Хорошая статья, замечательная. Спасибо, Капитан Очевидность. Если это вот так действительно звучит, а если нужен какой-то особенный стресс? Простите, эта статья уже не становится такой очевидной и такой понятной и правильной. Да, речь, конечно же, идет вовсе не о тех бытовых дискомфорте и стрессе. Ну, конечно, нет. Конечно, бытовой дискомфорт и стресс, это все ерунда. Ну, сдохнешь ты с голоду, ну, ерунда. Ну, ерунда, ерунда. Который терзает рядового человека на работе в отношении с другими людьми, ну, это все... Это даже не о стрессе. Это все фигня. Мы должны... Нас интересует творческий дискомфорт, возникающий в процессе целенаправленного преодоления собственных ограничений, а в силу того, что он обладает мощным созидательным потенциалом. Мне интересно, что это за творческий дискомфорт? Мне кажется, вот этот мальчик, в общем-то, он взял модель романтического персонажа и посмотрел, что вот авторы романтические, они в основном страдали. Многие романтики страдали, но и многие авторы трагедии, например, тоже очень сильно страдали. Да, да, это действительно так. Жизнь этих людей, возможно, были наполнены страданиями. И он решил разбросать вот этот романтизм на всю историю искусства, на всю историю философии, на всю историю всех творческих людей во всех направлениях и во всех, в общем-то, школах. Ну, замечательно, потрясающе, классно, но это настолько банально и неинтересно. Это часто, причем делается так. Но вот это неправильно. Это просто неправильно. В этой зоне творческого дискомфорта, вопреки кажемости, не то, что мало кто живет, большинство там только краешком ножки побывало. И если названные выше разрушительные формы стресса подлежат преодолению, то творческий дискомфорт, напротив, должно принять и полюбить. Да, одним из фундаментальных видов творческого дискомфорта, которому требуется найти подход, является мука отказа от удовольствия одних желаний во имя других сиюминутных ради долгосрочных. Да, ну то есть мы еще что-то отказывать должны друг от друга. Ну, как и обычно. Все скатывается опять к морали. В общем, у нас вроде бы Сначала был текст, посвященный проблеме творчества, творческого такого дискомфорта, а в итоге у нас моралька появляется. Да, надо вот опять свои желания отодвинуть, сиюминутные, и обязательно действовать только ради долгосрочных. Только ради долгосрочных постоянно действовать, и иначе вы никак не будете двигаться к своей цели. Вы должны свихнуться с ума сойти, двигаясь к этим долгосрочным целям, и ни в коем случае не поддаваться сиюминутным. Ну, замечательно. Продолжаем. Урок... А, это урок номер два, кстати, уже. А один где? Интересно. Судя по всему, именно из мифа об убодине родился образ повешенного. Да, 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 на дереве это все было рассказано. Там, где мы больше всего желаем настоять на своем, бывает необходимо отступить назад. Там, где наше желание сильнее всего, от него нужно отказаться. То, что мы хотим удержать, необходимо отпустить, и лишь тогда нам удастся первое. Я бы, например, поместил вот эту фразу под фотографии какой-нибудь девочки в инстаграме, это очень в их духе, кстати. И вот такие формулировки, они, да, действительно, они именно литературные, они не философские. Во многих ситуациях мы достигаем желаемого, лишь совершая эти парадоксальные и противоречивые действия. В отличие от первого урока, от Одина, мудрость повешенного не универсальна. Нам не всегда выпадает эта карта, и не всегда решение является парадоксом. Однако, это случается достаточно часто, чтобы забывать о нем. Фух, хухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухух Порой кажется, что их писал один и тот же человек, но когда мы понимаем, что это морализаторская шизофазия, по сути, ну, не связанных каких-то вот, в общем-то, формулировок друг с другом в разных статьях, ну, действительно, мы понимаем, что человек не имеет систематического взгляда на мир. То есть у человека в голове мешанина, у человека в голове каша. И вот из этой каши рождаются вот такие потрясающие произведения с Одином. Благо, мартышек не было сегодня, без мартышек обошлось хорошо. Хотя нет, вот здесь эксперимент какой-то есть, мы его, к счастью, пропустили. Это было бы прекрасно. Так вот, почему-то нужен стресс. Вопрос сразу в том, какая степень стресса. Просто в некоторых случаях стресс это само по себе разумеющееся, в общем-то, мероприятие. Когда мы работаем, мы испытываем стресс. А если это так, то если этот стресс нам нужен, если стресс, когда... Тот стресс, который вот автор испытывает, когда пишет роман, нам обязательно нужен. И он испытывает его в любом случае, работая над романом. Значит, эта статья не имеет никакого смысла. Она не нужна. Просто она описывает события, которые происходят само по себе. А с другой стороны, если это текст, посвященный какому-то мазохизму, то есть попытки, в общем-то, навязать себе какие-то условия, каноны, которые выходят за пределы твоих ограничений, обязательно вот надо себя мучить, пытать, нужно страдать. Причем не обязательно в крайних проявлениях, как об этом пишет Олег. А в некоторых нужно двигаться за границей постоянно, постоянно. Это должен быть неестественный процесс. Ты должен постоянно двигаться, должен постоянно идти, должен постоянно меняться. Это, ну, бизнес-тренинг. Это чистой воды бизнес-тренинг, как вы понимаете. Меняйся, меняйся и меняйся, и тогда все будет хорошо. Постоянно раздвигай свою зону комфорта, все становится ее больше и больше и больше. И тогда ты будешь легче и легче и легче овладевать самыми полезными навыками заколачивания бабок. Ой, простите, нет-нет-нет, творчество, конечно, творчество, творчество, философия. Философия и творчество, ну, определенно. Вот тогда у тебя в этих областях будет успех, если ты будешь вот так поступать. Это абсолютное правило, с ним невозможно поспорить. И пример, конечно же, примеры Одина. Одина нам в этом очень сильно помогает. Восьмикратно с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok